Дорогие друзья, сегодня у нас день экспериментов, потому что как бы лень ехать в магазин, если честно. У меня есть лук, у меня есть различный, остался из различных лук, и поэтому я решил сегодня попробовать так взять смесь, и пока она там жарится, я просею луку. Нам надо набрать 400 грамм. Так, здесь 52 грамма. Экономика должна быть экономной. Теперь у нас еще 152 грамм, итого 200 грамм. Минут 400 грамм, да? Так, здесь сколько грамм? Еще 127 грамм. У нас была 327. Это называется по сусекам по скребла. Так, и еще нам необходимо 50 грамм, да? Далее. Сделаем так, здесь 376. Ну, отсыпем. Какая-нибудь здесь 320. Вот так. Еще осталась у меня. До следующего раза. Ну и тут возьмем. Оп-ля. Все. Вот такая сделалась. Вовремя, вовремя. Так. Забираем. А масло не выливаем. Масло не выливаем. Забираем лук. Жаристый такой. Да выливаем все. Потом отделим. И вот. Те основные ингредиенты у нас готовы. Ну и поехали. Ингредиенты. Ингредиенты. Так. Две чайные ложки. Дрожжи. Потом. Забросим муку. Аккуратненько, аккуратненько. Отлично. Далее мы возьмем с вами соль. Ложечку. Так вот. Чайную ложечку. И две чайных ложки. Сахара. Раз. И немножко еще половиночку. Два. Отлично. Положили. Прекрасно. Прекрасно. Дальше. Одну чайную ложку этого масла, которое мы жарили. Лук. Так. Так. Ну и сам лучок еще. Сюда вот так. Двести. 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 Двести пятьдесят миллилитров теплой воды, да? Двести. Двести сорок. Двести пятьдесят. Двести пятьдесят. Наливаем. Ну, теперь тело пойдет печка. Так. Режим мы с вами выберем шестое. Вот, крик, быстрый. 2 часа вес 500 скажем корочку вот такую среднюю сделаем среднюю корочку ну и пожалуй все давайте нажмем продолжим наш эксперимент и посмотрим что из этого будет странно разделился на два кусочка теперь мотает эти два кусочка надеюсь они слипнутся ну все оставляем теперь все на два часа программа работает мы идем за компьютер поработаем так запах уже появился прекрасный так осталось 7 минут борщ я к этому хлебу уже сварил я думаю будет очень вкусно сметанки добавить будет замечательно нашел хороший аналог русской сметане био правда но вкус не отличается практически потому что то что продают германии под видом сметаны это как бы не сметана на мой взгляд вот это вот сметана поэтому мы вот сюда и еще ждем теперь на 6 минут слышу слышу вот такой он получился красота так сейчас начнем вытаскивать печку на место печка вот она не горячая горячая вот это вот особенно душка ухлая горячая фронт нос дорогой Выходи, покажись народу. Покажись народу. Выходит хорошо. Отлично. Сейчас проверим. Ну, и теперь, как я говорил, я куплю себе штуку, на которой будет она остывать. Ну, давайте немножко дадим ей остынуть этой хлебке. Вот так. Так, хлебушка наша остыла. Давайте мы ее теперь кусочек-то отжмякаем. Запах невыносимо вкусный. Ну и, естественно, подборщ пойдет невыносимо. Движение лица. Ну, я иногда люблю на хлеб просто сметанки намазать. Вот так. И попробовать его. Ну-ка, ребята. Чудесно. Привкус жареного лука. Очень мягкий. Пышный. И очень вкусный. Так что, делайте. Не важно, какая у вас вот эта мука. Все равно получится вкусно. Печка. Волшебная штука. Кто задумался купить, я думаю, это будет правильный выбор. Во всяком случае, вы будете есть то, что вы в эту печку засыпете. Понимаете? Вы будете иметь теплый вкусный запах при приготовлении. И хлеб действительно долго сохраняет свою и структуру, и запах не черствеет. Я успеваю его съесть раньше, чем у запах не черствеет. Ну, на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всего вам доброго. Пока.